Приветствую! Что же такое сущности, компоненты и системы? И зачем использовать все это дело в своем движке? Давайте разбираться. Первое, что необходимо знать, для чего используется ECS. Данный шаблон разделяет область ответственности между объектами в игровом движке. К сущности можно привязать несколько компонентов и все это будет работать в рамках некоторой системы. У этого способа есть и недостатки. Например, рендерить частицы с помощью данного шаблона не получится оптимальным способом. Перейдем к реализации. Первый компонент это позиция. У позиции есть три координаты x, y и z в декартовой системе координат. Далее поворот. Альфа, например, тета и фи. Это поворот. Это опять же компонент. И давайте добавим еще один компонент. Это масштаб по осям x, y и z. А также добавим скорость со значением, допустим, 10 каких-либо единиц. Итак, у нас будет система физическая, physics system. Объявляем конструктор и добавляем сигнатуру компонента. У физической системы будет позиция и поворот. Далее система ввода. Допустим, что у нашей системы ввода есть сигнатура, которая позволяет задавать только скорость. Далее система анимации. У анимации давайте добавим три сигнатуры. Позиция, поворот и масштаб. Зная, что у нас есть такие системы и такие предполагаемые компоненты, давайте попробуем использовать entity manager. Задаем entity manager и добавляем к этому менеджеру систему. Регистрируем систему ввода. Далее по аналогии регистрируем систему физического движка и также систему анимации. В данном ключе это шаблонные варианты систем, которые реализуете вы уже самостоятельно. Сущность. Что такое сущность? Можно добавить с помощью менеджера, вызвав метод add new entity новую сущность. Далее можно добавить компонент к сущности. Допустим, добавим позицию. То есть у entity есть компонент позиция, который позволяет задавать координаты в пространстве данной сущности. Примерно в таком же виде реализован данный шаблон в игровом движке unity. Давайте добавим еще к entity 1 компоненту поворота. Далее для примера сделаем еще одну сущность entity 2. Уже по знакомой схеме. Добавляем new entity с помощью вызова метода у менеджера и добавляем компонент допустим скорость. Получается, что у сущности 2 есть компонент скорости. И далее давайте для разнообразия добавим третью сущность, у которой будет уже три компонента. Допустим, позиция, поворот и масштаб. Чтобы эти сущности могли использоваться в системе. Помните, что у систем есть сигнатуры, которые фильтруют сущности по компонентам. И мы попросту будем обновлять каждую сущность в игровом пространстве. Для отладки выведем идентификатор типа компонента. Получается, что в системе ввода у нас компонент с ID 1. Далее идет система физики. Здесь два компонента с идентификатором 0 и 2. И далее система анимации. Туда попадает компонент с идентификатором 2. Было просто и понятно. Поставь лайк и подпишись на канал, а также ставь колокольчик. Представьте себе ситуацию, что во время игры необходимо что-то удалить со сцены. Для этого вызываем destroy entity и передаем туда сущность. Допустим, удалим entity 1 и посмотрим, как изменится наша система. У нас получается, что есть два типа компонентов. Есть компоненты позиции и поворота. И для закрепления рассмотрим еще один случай, когда у нас есть четвертая сущность с позицией, поворотом и скоростью. То есть эта сущность будет входить сразу в несколько различных систем. То есть в данном случае получается, что в систему ввода у нас входят две сущности с компонентами, с идентификаторами компонентов 1 и 3. Далее во вторую систему у нас входят три сущности с идентификаторами компонентов 0, 2 и 3. И в последнюю систему анимаций входит одна сущность с идентификатором компонента 2. Вот таким образом мы можем добавлять сущности, добавлять к ним компоненты и системы могут обрабатывать эти сущности в зависимости от компонентов, которые привязаны к этим сущностям. Профессионалы вкладываются в знания. Создавай полноценный игровой движок на языке оси плюс плюс. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании на сайт Киберкоала Лерн. Я надеюсь это видео было полезным и благодарю за просмотр.